добрый день друзья зрители канала ну вот поехал и поехали мы немножко отдохнуть а сегодня у нас как вы видите дождик и решили мы съездить в монако в океанариум посмотреть что там как одно и вам покажем совместимые приятные с полезным на пляже сегодня делать нечего хорошо что монако недалеко так что будет сейчас сюжет про нашу с вами и тему друзья въезжаем в монако тут стройки стройки много строек всяких разных вот она вот эти небоскребы тоже монако вниз мы еще не в монако мы еще во франции королевство монако вот внизу вот сейчас и въедем монако мы живем недалеко это 10 километров от монако возле итальянской границы городок называется ментон кому интересно посмотреть поэтому вот и поехали монако потому что недалеко и дождик такая вот история вот мы в королевстве монако немного монако в ленту туристов мало машин мало дождь идет хорошо вот такая вот она монако вот такие номерные знаки здесь все здесь очень компакт вот через 200 метров плавный поворот направо плавный поворот направо затем плавный поворот направо кстати вот если посмотрите сюда это вот тут едут на формуле 1 кто любит тот знает в дороге под монако вот вырыт вырубанных таких тоннелях видите сам тут первый раз аж страшно и 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 со стороны моря вот такая вот интересная конструкция очень впечатляет вот если подойти ближе, вы видите вот как море убивает пороги музея вода чистая, красивая кстати эта труба не канализационная я за нее в телевизоре смотрел это сливается с морская вода, просто здесь циркулирует она с аквариума сливается и в море выливается, а уже очищенная кстати чтоб вы имели ввиду я кстати про музея много ничего скорее не читал не могу вам сказать никогда он основан никем, ничто в нем не известного и знаменитого, я вам говорю что просто спонтанно решили поехать сегодня и поехали поэтому будем смотреть что здесь есть и там уже кому интересно может более серьезную информацию найти уже в интернете, так что поехали вот такой вот вход вот такой вот вход здесь сейчас ищем кассы посмотрим где они находятся хотелось это все увидеть и на картинке посмотрите какая голодрамма идет на стен это музей на фотографии вот так он выглядит с 8-ти плечевого полета первый сюжет мы делали вот здесь сейчас мы поднимаемся наверх такое интересное начало друзья ну что мы внутри музея вот так он выглядит изнутри но мы там еще поснимаем я просто сюда зашел и сразу увидел это смотрите сюда это у нас это у нас морской аквариум открытый просто из плекса сделан ну смотреть нужно на него не так понятное дело он вертикальный совсем открытый вот смотрите визуально для глаз это очень красиво это живые полипы, живые кораллы и так еще так да так наверно лучше Да, так лучше. Какой парень. Я не знаю, сколько тут тонн. Такая ванна здоровая. Здоровее. Так, друзья, еще знаете, что самое интересное в этой всей инсталляции? Это светильники. Вы смотрите. Если вы видите, здесь как будто бы аквалангисты держат в руках прожектора и освещают морское дно. Очень прикольно. Сразу же не видно, потому что здесь темно. Ну вот, когда отходишь, реально понимаешь, что инсталляция именно вот так она и сделана. Вот они, как будто группа их. И они снимают, освещают морское дно. Ну круто, очень круто. Так, ну что, вот это вход в сам аквариум. Я уже, наверное, свою вам физиономию показывать не буду. Будем смотреть, что у нас на экспозиции. Так что идем. Вот на входе у нас сразу встречает вот такой аквариум. Я не знаю, какие его размеры. Людей много. Сейчас я подойду ближе, чтобы поснимать что-нибудь. Ну это круто. Я не знаю, сколько тут тонн воды. Да, для любителей морских аквариумов это, наверное, просто ваг. Вот он огромный, он там реально огромный. Я думаю, тут несколько видов, потому что, видите, там еще вот, вон акула плывет. Видите? Ну не знаю, тут глубина, глубина метров 10, наверное. Ну и так реализовано, если смотреть. И вся большая рыба, вон акула уплыла. Вся большая рыба чуть подальше. А здесь мелочь. И все, что видели в мультиках и фильмах, вот здесь представлено. Нереально круто. Вот так вот он, ну он, наверное, в длину метра 8, наверное. Ну, объем не знаю еще раз какой. Все в живых кораллах. На заднем фоне что-то синее и большое. Сейчас выплавит сюда. Не знаю, как называется, так что так, смотрим так. Реально, вот когда смотришь на него, эффекты, когда близко к стеклу подходишь, реально эффект присутствия на дне. Да, вот это аквариум. Ого-го. Кстати, плексовый, толщина стекла, я не знаю, сантиметров 10, наверное. Ну, чуть-чуть люди рассосались. Очень большой он. Так, ну что, идем дальше. Ну, а когда спускаешься вниз, тут нас встречает следующее аквариум. Ох, друзья мои, дух замирает, захватывает. Ну, он где-то в высоту метра два с половиной, наверное. В ширину метра два с половиной. Даже, наверное, больше. Не знаю. Очень красивые. Очень красивые. Но уход за морским аквариумом, это, конечно, ого-го. Так, друзья, теперь с первого видео, в котором я говорил, он глубокий аквариум. Вот вы можете его видеть. Вот тот, что аквариум на входе был, вот он с другой стороны. Я говорил, что дна не видно, что метра восемь. Я думаю, тут даже больше. Вот я говорил, что акулы плавают. Вот акула-нянька. А вон, кстати, вот стекло аквариума сверху. Ну, тут ракурс на нем со всех сторон, как я теперь понимаю. Так что, ну, красиво. Вон акула сверху. Да, друзья, впечатляет, впечатляет, что тут сказать. Ну, кстати, вот не написано, написано, какая рыба здесь представлена. Вот описание по аквариуму. Кстати, нет никакого. Сколько там, тон или нет, тон? Ну, круто-круто. Мне нравится. Не написано, но интересно. Этот же аквариум, вот с третьей стороны. Тут лавочка. Можно сесть, посидеть. Акула вблизи. Такой ракурс еще посмотрим здесь. Ну, впечатляет. Так, у нас вот такой вид. Есть еще, я так понимаю, третий. Обойдем, сейчас обойдем. Так, смотрим дальше. Продолжаем движение. Что у нас здесь? У нас здесь вот такое аквариум. Кстати, тут он вообще так слабо освещен, но не знаю, какой в этом смысл. Но рыбки такие, я даже не знаю, что это. Я даже и не видел таких. Интересно. Так, что у нас? Медузы, медузы. Вот пошли маленькие аквариумы. Кто у нас здесь представлен? У нас какие-то, какая-то мелочь. Вон она, синенькие. И креветки. Следующий аквариум у нас. Вот такой вот. А вот медузы. Вот этот аквариум, он круглый. И течение, видите, медуза плывет как по течению. Сделано круговое течение в этом аквариуме. Вот у нас вот такое. Много людей. У нас сентябрь сейчас и рабочий день, но людей очень много. Следующий аквариум. О, у нас вот смотрите что. Лангусты. Оф, он огромный. Елки как кот. Не знаю, если усы не считать, вот визуально сантиметров 40, наверное, в длину. А с усами, не знаю, метр, наверное. Вот такая рыба. Вот так называется. Вот она. И еще вот такая рыба здесь есть. И еще вот такая. Ну, видно только этих, где остальные, не знаю. А, вот. Выплыла. Ну, лангусты, конечно, нереальные. Лангусты. Или лангусты не клеят. Вот такой лангуст. Здесь у нас кальмарчик. Или не кальмарчик. Не кальмарчик это. Так, а вот еще у нас медузы. Прикольный аквариум. Вот такие вот медузы. Очень... Когда вот вблизи на них смотришь, и когда их много, прямо очень даже прикольно. Тоже вода циркулирует по кругу, видите? Дальше у нас. Дальше у нас. Дальше все понятно. Так. Сейчас я тут людей обойду. Такое ощущение, как в иллюминаторе. Вот такая медуза. Вот название рыбы. Название, наверное, я не буду показывать. В принципе, кто любит морские аквариумы, наверняка знает. Игна знает их. Наверное, просто хотелось бы просто на рыбу просмотреть. Так что... Живенько. Вау. Здесь... А, вон, крылатка. Крылатка. Эту рыбу я знаю. Когда-то у нас была такая... Красивая, конечно, крылатки. Это да. А вот у нас еще аквариум. Смотрите, размеры... Вообще в голове не укладываются. Ну, вот эта рыба в длину, она метр, наверное, здоровенная. И самое, знаете, интересно, что ее почти можно взять рукой. Вот она возле стекла проплывает. Вот эффект присутствия при... Вот прямо вот эффект присутствия. Дальше. Ну, это тот же самый аквариум, просто на две части разделенный. Вот в упор. Присоединяем в упор. Вот я от рыбы где-то... На толщину стекла, наверное. Какой-то скат, это у нас, как ее называют, на русском языке А люди разные бывают, видят, человек снимает, он видит, что человек снимает и один закрыл собой весь аквариум Вот прям дальше Ну вот такое еще есть здесь А здесь большое количество всяких разных у нас фолипов, кораллов, все, конечно же, живое Много разных видов Есть и рыбки, вон они спрятались Так что А вот что-то ползет по стеклу такое Что это за червь такой Какой-то червь Вот так, вот так Паша, двигаемся дальше Не знаю, что за рыба Вот так Осьминог Забился нагло, выплывать, конечно же, не хочет Не такой большой Не маленький осьминог Просят осьминогов не фотографировать, а то глаза у него там что-то с глазами Видео можно, а фото нет Это у нас Мурена, вон Мурена Спряталась Мурена А вот морской ежик А вот у нас крабик И он, кстати, большой размером, где-то как два теннисных мяча Вот это машина, вот здоровая, где-то 50 сантиметров в длину Такой страшный зверь, здоровая рыба, очень большая Как бы аквариумов много здесь, я не считал, но много штук 50, наверное, 60 И они все большие Выбор разновидностей рыб, конечно, здесь сумасшедший Не знаю, сколько сотен видов А это у нас, видите, морские коньки Смотрите, ни разу не видел в живую их Хвостом цепь процепился за Я бы сказал Валеснерию, но, понятно, это не Валеснерия И качаются, прикольно Включили вот свет на медузах Ну, медуза, наверное, местная Такая, как у нас, например, в Черном море, на Вала Майор Просто не видел никогда в аквариуме Ну, и кому интересно, чем это все фильтруется Вот, я тут окошко нашел Стоят эти фильтры Конечно, их тут много Вам не видно, наверное, их Система вот фильтрации Пока есть еще вот такие аквариумы Они плоские какие-то, знаете, как на стол Как стол сделаны Вот у нас камбала здесь Здесь у нас Какие-то штуки А, ну здесь у нас только, получается, полипы Рыбы нет, а нет, ну вот какая-то есть Я вижу Вот еще один А, вот маленькая камбалашечка Мини Прикольно Да Что-то мелкое, мелкое тут А вон бычок Морские звезды, вот видите, вот Вот такие вот Ну, какая-то разновидность вот они Так что, вот так Так что, следующий зал Начинается Рубиновый коралл Ну, а здесь вот Вот такое вот все Красный коралл, коралл Роса Рубин какой-то, не знаю что Это я просто прочитал Ну, здесь разновидности кораллов просто представлены И опять большие аквариумы А вот осьминоги А, коньки, морские коньки, много Предыдущие они были маленькие-маленькие, а эти прям кони Прямо кони Прямо кони Прямо кони А это тот же самый аквариум А это тот же самый аквариум О котором я говорил В самом самом начале Только нижняя его часть Ну, получается он с всех сторон Просматривается Сейчас, кстати, людей мало Вот так это в зеркале отражаюсь Я на фоне, но можно увидеть, что у нас просто здоровенный Ну да, вот сколько Наверху Метра три в высоту И здесь метра Метра пять, наверное Здоровый дорогой Очень красиво Это, конечно, надо видеть вживую Так вы это не оцените И прикольно, когда к аквариуму можно подойти Вот прям вот Совсем вот Прям совсем Ну, такое визуальное Вот я вот сейчас приблизился вплотную к стеклу И вот у меня такое ощущение, что я в воде нахожу Вот рыба надо мной прям плавает Класс Очень круто Друзья, это очень круто И вон акула Да, друзья У кого есть морские аквариумы Это да Вот так вот в зеркале отражается Очень большой Кстати, тут плавочки есть Можно сесть, посидеть, понаслаждаться Да, кстати, вход в океанариум стоит 14 евро Если вам интересно, это, в принципе, недорого Ну, недорого Так что Вот такая картинка Подвигаем дальше Вот аквариум Вон рыбы ангелы Вон черные два Сейчас я обойду, покажу их А вот, кстати, рыба ангел Вот она, красавица Акула Вот она, красавица Акула Сейчас обойду с другого угла Ну, а это аквариум тоже, я не знаю, тонн десять, наверное, минимум А то и больше, наверное Не больше, тонн двадцать, наверное Здесь, кстати, вот освещение лучше Здесь, кстати, есть пираньи Сейчас, может, мы даже до пресноводного чего-нибудь дойдем Сейчас я вернусь Сначала Тут хорошее освещение на аквариумах Это у нас кораллы с полипами Здесь у нас то же самое Рыба-игла, видите? Иголочки Прикольно Морской еж Вот аквариум Чуть не сбил коляску Ну, вот аквариум, он такой формы, смотрите Тоже Я не знаю, каких он размеров Но он хорошо освещен здесь Прямо хорошо-хорошо Видно хорошо И все живое, друзья Это все живое Ой-ой-ой-ой-ой Ну, вот Мужчина стоит Он большой такой Под два метра, наверное И на фоне аквариума Он очень маленький Так Красиво, да? Идем дальше Ну, вот какая-то рыбка Я даже сразу не понял, что это рыбка Видите? Крылатка маленькая Вот такие вот Ну, вот мама, папа и детки Детки Что за рыба, не знаю Прикольно, детский садик Здесь у нас креветка И что-то маленькое Вот аквариум Хорошо освещен Тоже приятно смотреть на него А этот прямо-то визуально Вода здесь чистая-чистая Визуально видно, что Визуально кажется, что рыбы в воздухе плавают Класс Вот смотрите, рыбки Вот такие я в магазине видел Или похожих видел Прикольно Так, ну а что Это у нас Всем известный рыбок Автомокормушка Кинула корм Не успели мы Рыбоклоу Да, класс, класс Я столько Клоунов не видел нигде Я не знаю сколько их тут 500 может Как это называется Анимона, да Анимона, по-моему Которая ядовитая Которая обожжет вам пальцы Если до нее коснетесь Класс Не знаю сколько видео будет Часа на два Наверное Я стараюсь быстро Чтоб вы увидели Вот разнообразие И она будет передачи Две Это вот рыба, которая ест все Две Угл 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 Вот это я понимаю, размеры. А, вот скат. Вот в этом зале все аквариумы, все яркие, все хорошо освещены, все видно. Почему так сделали, не знаю, может это по разновидностям рыб. Вот так, наверное, положено, но, не знаю, прям глаз радуется, это просто они. Здесь, в этом аквариуме представлено то, что мы люди, в море наша рыбраска. Вот можете посмотреть, такая вот инсталляция. Резина, металл, череп, пластик и всякая разная кака, которую вот кушают животные и которые потом умирают. Так что, вот так. Да, разновидностей морских рыб, конечно, нравится мне вот этот вот коралл. Ну вот, и кто скажет, что я не на морском дне. Ну вот, давайте посмотрим. Ну, да. Ну, да, надеюсь. Я не знаю. Ну, да. Я хочу ее поймать. Красивая она. Что у нас здесь? А, здесь у нас анубиасы. Анубиасы и криптилию. И криптокаринка. А вот наутилосы, друзья. Живую ни разу не видел. Друзья, это у нас пираньи. Я анубиас. Размером угла. Кстати, тут всего два, я так понимаю, пресноводных. Ну да, это амазонские. Да-да, это вот те, которые прямо могут и пальчик отхватить. Вот такие зубки. У нас морены здесь. Вот морена. Ну, спряталась. Спряталась Муренка. Вот этот классный аквариум. Ну да, это видимо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 он даже отсюда чуть не сбил коляску тут крылатки огромные подойти нельзя потому что сейчас люди отойдут я поближе подойду такие они здорово с другой стороны тут бабушка замерла они были возле покорима показывал вам которая есть все крыла так незаметно вы вцеляетесь вот такие вот крылатки а вот у нас рыба клоун только большая тоже в анимонах и анимоны большие ну что это вы тоже наверное видели уже не помню что я тут видел что нет нет я уже вам показывал да вот показывал вам это ну в общем вот такая вот история еще раз мы смотрим на эту красоту просто просто словами не передать вам так скажу а это у нас морской еж очень красиво так смотрится он такой цвет яркий имеет что-то красиво или кто-то красиво так ну а здесь у нас второй этаж и третий этаж что там да где когда находилась в море я так понимаю такая инсталляция большого кальмара круто само здание кстати очень старая в монако большая ну да тут можно увидеть например вот такое вот что-то что-то вот такое что это то это а это у нас вот скелет как он называется на русском забыл вы поняли да медведи рыбы мечи дельфины за банках 6 что-то засушенная да какие-то вот рыбы какой-то жидкости это у нас зубы и все остальное это у нас раковины кстати там на лестнице одна раковина какая-то надо историческая наверно там она нереальных размеров я вам так скажу ну так интересно здесь транслируется фильм но он идет на французском не имеет смысла ничего показывать но сверх единственное вы можете видеть это скелет кита очень большого размера сейчас покажу но он просто огромный какая-то анимация идет не знаю что это это скелет черепахи тоже размеров страшных какая-то инсталляция посмотрим что ну реально скелет кита такой у кого размером морские черепахи это так понимаю разновидности китов всяких разных наверно так ну да звучка такая конечно вам этого не слышно но прям аж как будто в 3d кинотеатре я не пойму где показывает с другой стороны что ли сейчас обойду да нет ничего не показывается не пойму что не имеют ввиду ну вот такой зал в общем в следующем зале у нас какая-то лодка каркас лодки что за лодка знаю ух ты ребята это 3d картинка реальная не могу вам даже передать мне кажется он высит в воздухе это такое стекло наклоненное видите и она как-то они это делают ну вот они рассказывают про мореплавать или очень круто я первый раз такое вижу они в диснейленде что-то похожее было да да вот такие видео на и рысая на которые не показывают офигеть ну рассказывает о достижениях французских мореплавателей а скорее не французских раз с династией королевской монако так что ну понятно что это нужно все слушать и тут все рассказывается но к сожалению русского языка нет перевести я так не могу потому что здесь специфический язык не знаю как будет румпал или еще как-то на французском поэтому такая вот история это утварь которая была на кораблях вот так вот это все как бы было вот здесь тоже самое вот пробирки с разными пробами инструмент различный того времени вот такая вот история так что-то там показывает сейчас отойдут я тоже посмотрю скажу вам что показывают ну короче там вам так не видно будет конечно там делано как-то сделано фотография так что кажется что как бы лодка она как в 3d получается как будто бы ты на самой лодке находишься и смотришь на эту лодку через бинокль вот такая история ну чё интересно тем людям которые болеют морем и ходят плавают ну наверно и здесь интересно в принципе и с исторической точки зрения мне тоже это интересно но не настолько если например по discovery шла передача я бы посмотрел с удовольствием вот так специально я не буду но наверху здесь что у нас здесь наверху вот эта лодка импровизированная сейчас мы посмотрим там тоже какие-то а там все деле в телевизорах и кстати прикольно смотрите глобус сделали вот такой первый раз такое тоже сейчас подойду поближе видите как но кажется что висит в воздухе как бы интересно интересно я вам говорю стоит посетить конечно посмотрели шар этот прямо круто круто ну вот конечно вот я смотрю тоже на экран и визуально конечно другой эффект вот кажется что вот он прямо висит висит в воздухе из диодов все сделано красиво это на режим и меняет когда я начал снимать просто он подъебал весь потом появились континенты в очертаниях а сейчас вот картинка как со спутника живая ну принцип такой ну очень круто конечно прикольно ну французы не все таки старину совмещают с хай-теком и у них получается конечно такое знаете нашему взору это все как бы странно ну а у них вот это все продвинуто старое смешано в одну кучу получается вот вот такие вот например вещь вот он показывает как на планету теперь вот эти полярные шапки я так понимаю может быть покажут как был ледниковый период до какого момента опускалась это все ну не знаю очень круто чего сделан не знают все трогают я тоже по дороге короче говоря диоды они как будто вот вклеены вклеены во что-то мальчик вот мальчик хочет что-то свалить конечно а мама стоит и ничего не делает назвал нет бывает так что не у ребенка у мамы ребенок ни при чем ну в общем вот такая вот здесь штука здесь есть лестницы вниз не знаю куда можно ходить или нет сейчас спущусь посмотрим может там что-то там еще интересно нет здесь закрыто так тут вот еще есть два входа внутри тоже что-то интересное такое старое что старая старая знаете как круто выглядит этот светильник просто здесь экспозиции да тоже современная все на на экранах можно нажать и почитать за той или иной сделано вот это как будто трюм корабля с кондиционером тут комфортно вот такая вот инсталляция как будто бы мы на дне ну что интересно интересно так что такие вот дела ну вышли мы отсюда сейчас вернулись в основной холл тут есть еще один этаж наверно нет я на него уже поднялся я понял так что понятно так что мы очень даже так знаете для для развития неплохо кстати первые батискав которые или подводная лодка которая первая где-то видать конструкция которая первая погрузилась на дно она такая деревянная ну да действительно вот так она как бы наверное выглядела вручную это все крутилось как это все действовал конечно понять нельзя может она и не действовала так ну по крайней мере вот такая вот штука есть дети детям нравится здание все остальное все как в монако все чисто конечно это взаимная уважуха большая так что вот такой вот музей так ну что вот я поднимаюсь на второй этаж этого зала вот так вот вот этот скелет выглядит просто нереальных размеров елки-палки у меня как-нибудь голубой кит это что-то такое сюда по размерам но это доисторическая черепаха и так ее откопали вот она окаменелая подвесили но это какой-то другой кит для по всему но здесь экспозиции вот такие банки с консервированными обитателями водных водных глубин кораллы опять что-то ну вот такая вот экспозиция здесь так что так что закончилась наша экскурсия на сегодня ветер дует ничего мне слышно в радарах вот на таком фоне на фоне осьминога мы снимаем он есть вот выше первой наши субмарины вот такой вот музей жду а если интересное видео было подписываемся на канал если нравится лайкаем так что до новых встреч в эфире увидимся скоро